Ростовые куклы и люди в погонах. Странную компанию можно было встретить у одного из пешеходных переходов города Видное. Все желающие могли не только сфотографироваться с мультяшными героями, но и получить от них подарок – светоотражающий значок. В рамках мероприятия «Ребенок-пассажир-пешеход» мы сегодня проводим акцию «Направленный на безопасность наших пешеходов». С нами сегодня волонтеры, наши помощники. Мы распространяем световозвращающие элементы нашим пешеходам, но в первую очередь, конечно же, обращаем внимание на детишек. Естественно, что самыми незащищенными на дороге являются маленькие пешеходы. Если взрослый человек имеет какой-никакой жизненный опыт, то дети, как правило, все происходящее не воспринимают серьезно. Поэтому данная акция носит и своеобразный просветительский характер. Будьте внимательны, когда переходите в проезжую часть, держите крепко обязательно ребенка за руку. Самое безопасное, знаете, как держать ребеночка за руку? За запястье. Да, совершенно верно, потому что ребенок может вырваться у вас. Обращают внимание инспекторы и на экипировку ребенка. Многие производители сейчас шьют одежду со светоотражающими вставками, но часто их нет. Но и в этом случае нужно позаботиться о том, чтобы ребенок был виден на дороге. Многие мамы об этом прекрасно знают. Продаются различные наклейки и значки на ранцы и всякое такое, что дети достаточно любят. И вы это используете? Ну, на рюкзаках у старших обязательно. Первая и самая главная ошибка пешехода – это отношение к переходу через дорогу. Многие полагают, что оказавшись на зебре или перед ней, они автоматически обезопасили себя. Увы, в жизни все обстоит сложнее, что, кстати, указано и в правилах дорожного движения. Безусловно, водитель должен пропустить пешехода, но и пешеход, прежде чем переходить дорогу, должен убедиться в безопасности такого движения. Когда машины останавливаются у нас, у нас может один водитель ближе к вам притормозить, а следующий – транспорт, начать маневр обгона. Вы можете попасть в мертвую зону. То есть не вы не будете видеть водителя, не водитель вас будет родить. За виде веселых зверушек многие родители с детьми сами подходят и невольно принимают участие в акции. При этом надо отметить, что большинство детей, несмотря на небольшой возраст, уже знают основные правила поведения на дороге. Софии всего 5 лет, и хотя бабушка подсказывает, девочка прекрасно ориентируется в предмете разговора. Скажи, а ты соблюдаешь правила дорожного движения? Ну да. А какие правила ты соблюдаешь? Ну... На какой свет ты ходишь? На зеленый. Ну а кроме этого? Переходить дорогу где надо? Переходить, ну, где полосочки такие. Дебра где? Ну да, дебра. Увы, но именно человеческий фактор является главной причиной почти всех дорожных происшествий. Но если водители в силу обучения и опыта все же воспринимают дорожное движение как источник повышенной опасности, то пешеходы в большинстве своем игнорируют не только правила дорожного движения, но и элементарный здравый смысл. В Московской области большое количество дорожных происшествий происходит и с участием пешеходов. Поэтому и направлено в первую очередь это мероприятие на то, чтобы наши пешеходы были дисциплинированными, чтобы они у нас были видимыми на проезжей части, яркими, заметными. Конечно, маленькие светоотражающие кружочки не могут стать панацеей от несчастья. Главное, чтобы родители с самого раннего возраста воспитывали у детей культуру пешехода и внимательное отношение к автомобильным дорогам. У мам и пап на сердце будет спокойнее, а у сотрудников ГИБДД хлопот станет меньше. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Алексей Руднев, Видное ТВ.